Добрый день! Как всегда, по пятницам в это время в программе ВДОЛИ мы рассказываем вам историю удивительных женщин в бизнесе, говорим о доле женщин в бизнесе и вообще о женской доле. Наш телефон 65 90... 10... Ча, всё, взяла себя в руки. 65 10 99,6 FM. Да что ж такое? Не FM, а просто 9,6. Код у нас будет 45. А вот наш сайт finam.fm, страничка программы ВДОЛИ. Я, наверное, ещё не проснулась, а вот ты, Маша, наверное, ещё не ложилась. Друзья, у нас сегодня в гостях Мария Сёмушкина, гендиректора агентства Artmania, президент и автор, в принципе. Человек, который придумал замечательный ежегодный джазовый фестиваль «Усадьба джаз». Привет! Привет! Ну, как я понимаю, сейчас, вот осталась неделя до фестиваля, у тебя самая горячая пора, бессонные ночи, дети на бабушках и нянях или как-то всё? Нет, вот именно как раз всё вот так, причём это продолжается всё уже 10 лет. В том-то и дело, да, я хотела, может быть, за это десятилетие уже как-то всё встало само собой на какие-то рельсы и делается как по щёчьему велению. Нет, ты знаешь, это на самом деле моя мечта, чтобы так было, но почему-то меня само, во-первых, само безумно тянет в этот процесс, всё контролировать вплоть до мелочей. Потом всё-таки каждый год, так или иначе, новые люди, очень сложно в течение года сохранить вот всю команду, потом они растут, я их как-то выращиваю, они идут куда-то дальше, так или иначе. Приходится, надо каждый год какие-то вещи строить заново, потом фестиваль же каждый год реально добавляет новые-новые-новые задачи. Какие-то задачи, то есть понятно, что есть музыканты, понятно, что стоят сцены, но помимо музыки на фестивале каждый год вырастает действительно целый город, то есть это новые всё время какие-то фишки. То есть в этом году у нас ещё больше, например, детских активностей, то есть раньше у нас была там одна детская площадка, сейчас у нас их уже несколько и куча мастер-классов и очень много... Книжки, книжки будут продаваться? Книжки будут, обязательно книжная ярмарка, потом вот маркет, который мы всегда делали на Портере Плюс, рядом с Портером вот эти замечательные всякие штучки. Кстати говоря, в этом году, я думаю, тебя это тоже порадует, у нас будут банкоматы. Да ладно! Поэтому приходите спокойно. Наконец-то! Нет, меня это не радует, я и так вечно на этом маркете просаживаю кучу денег на какие-то бирюльки. Там же где-то ещё вот это всё в одном месте. В прошлом году у меня ребёнок что-то сломал, мне пришлось оплачивать какую-то сломанную серьгу, которая стоила бешеные деньги. Но вообще, это, конечно, феерия, я, ну, наверное, может быть, для кого-то это секрет, а может, для кого-то и нет. Я, помимо всего прочего, являюсь ведущей этого замечательного фестиваля площадки Портера уже там тоже... Уже не первый год. Да, не первый год. И, конечно, для меня это тоже такое абсолютно уже такое моё родное семейное мероприятие, но я не знаю, как ты его придумала. Мы ни разу с тобой об этом не разговаривали. Ну, ты знаешь, это было такое очень интересное время, это было... Я, собственно, училась на журфаке МГУ, поэтому, можно сказать... Ты по образованию журналист? Да, я по образованию журналист, моя мама тоже журналист, в общем-то, я выросла абсолютно журналистка. Газетчица? Нет, она телевизионщица, я выросла на нашем советском телевидении, в Останкино. Я принимала участие всё время в программах «Будильник», «Бога-дейт». Везу-ка! Да, потом моя мама работала в программах «Служа Советскому Союзу», я ездила с ней очень много по командировкам в разные какие-то там гарнизоны. А мама была корреспондент или там редактор? Слушай, она была редактор, и она, помимо прочего, ещё вела там музыкальный блог, то есть, и она изначально до этого работала на радио, поэтому она очень многих знала артистов, и как-то вот у неё такая тоже очень интересная, яркая жизнь была, но я, тем не менее, никогда не хотела идти на телевидение, то есть, как-то так, как я всю жизнь была там и видела очень многие процессы, но при том, что я ещё застала то телевидение, там были совершенно невероятные вообще люди и какой-то дух такой очень интересный. Ну, как мне кажется, наверное, сейчас телевидение всё-таки уже совсем другое и как-то уже... Увы. Уже какие-то другие законы. И, собственно говоря, вот была такая семья, я, собственно, всю жизнь прожила практически в Москве, 4 года я прожила в городе Метапеште, получила там образование филологическое, потом закончила журфак в Москве. И всё время металась, то есть, мне всё время очень хотелось работать в музыкальной сфере, так или иначе. У меня даже была своя программа о рок-музыке на радиостанции «Радио-1». Это такая станция, ну, это первая кнопка, которая вещала на достаточно такую мощную территорию... Наукавая. ...бышего Советского Союза, да. У нас даже письма приходили от моряков, которые плавали в Тихом океане, на короле, и ловили сигнал. Ну, была такая программа, потом, к сожалению, станцию расформировали, и я как-то вот, знаешь, и в маркетинге поработала, поработала во французском посольстве, делала какие-то культурные проекты. И потом ко мне все стали обращаться, найди нам спонсоров. Вот как бы всегда была проблема найти человека, который найдёт спонсоров. И я с удовольствием этим всем занималась. Собственно говоря, когда родилась моя первая дочка, Соня, я сидела с ней, значит, с телефоном, с грудью, и просто названивала в разные компании. На тот момент я делала такую интересную работу, это называется Product Placement в кино, и работала с очень известным на тот момент, и на сегодняшний момент, и с Сергеем Сельяновым, и с Ренатой Литвиновой, и с Кончаловским. Я искала, как бы, спонсоров кино. Слушай, действительно, очень такая увлекательная, мне кажется, работа, как рядом с Ренатой Литвиновой пропиарить подгузники, или что-нибудь в этом же работе. С Ренатой Литвиновой прекрасно пиарили коньяк, когда ещё... Ну, коньяк-то любой дурак, может, рядом с Ренатой Литвиновой плысануть. Ну вот не скажи, тогда вообще всё равно это всё было очень непонятно, они не понимали, что фильм выйдет через два года, деньги надо заплатить сейчас. Но так или иначе, эта работа, она меня всё время сводила с разными компаниями. И то, что касается музыки, у меня просто были друзья, у меня просто были музыканты, и, как мне казалось, я действительно понимала вот тот срез не нафталинового какого-то джаза, или не какого-то классического джаза, у которого, безусловно, была какая-то история, и в нашей стране в том числе, ну, конечно, не так, как на Западе, а было на тот момент очень много разной интересной музыки. То есть это были какие-то клубы, какие-то тусовки где-то вот. То есть я попала в какую-то такую очень интересную среду, и потом совершенно неожиданно где-то в крупной компании я, придя опять-таки с каким-то кинопроектом, это были сигареты, и как-то вдруг они говорят, а вот, а нам вот ещё джаз интересен. А мы бы музыкой занялись. Да, мы бы музыкой, а я дружила тогда там с паперными, я делала какие-то, дружила с Сашей Чапорухином, с которым мы там уже на тот момент несколько проектов сделали, то есть это был первый концерт, там, Джетро Талкин, Кримсон, Ману Чао. Ну, вообще, ты как-то уже к промоутерской деятельности приблизилась. Ну, я сама никогда ничего не делала, то есть я всё время где-то вот так вот рядом была. В пиаре. Ну, да, пиаре, вот тот же фаундрайзинг. И, ты знаешь, тут они говорят, джаз, а тут я понимаю, ой, у меня же есть ребята, я бегу к ним куда-то там в кризис-жанр, мы садимся. Значит, придумаем сразу какие-то идеи, накидываем программу. И так как на тот момент это были сигареты с таким очень красивым названием, русский стиль, это значит, ну, как бы, сейчас это уже просто часть названия фестиваля, поэтому я, ну, что я могу это произнести, в итоге фестиваль у нас назывался русский стиль, усадьба джаз. И, конечно, в таком сочетании вот именно архангельская, именно русская усадьба, которой настолько всё просторно, красиво и здорово, но... Архангельская ты выбрала? Да, да, я предложила сразу эту идею. Я не представляю, это же, ну, военный санаторий, да, какое-то такое место для... Ну, там музей ещё, пламя территории музея, пламя, пламя санаторий. Да, но всё равно это же, это же как бы, ну, такая, ну, если не секретный объект, то очень сильно особенный, да, там, где отдыхают генералы, куда так просто не попасть, где там, не знаю, министр какой-нибудь обороны там отмечает свои праздники, и вдруг тут приходит девочка с улицы и говорит, давайте мы вам закатим джазовый фестиваль. Как ты на них вообще вышла? Ну, ты знаешь, во-первых, я изначально настолько поверила в эту идею, и настолько она меня будоражила, то есть я просто думала об этом целыми днями, и на самом деле, когда этот спонсор мне вообще... То есть я сначала принесла эту идею, ну, и как всегда, вот ты приносишь, куча таких ведь, я думаю, в твоей практике было, ты приносишь проект один, другой, не получается. И когда они мне перезвонили, сказали, что, знаете, мы подтверждаем этот проект, я думала, боже мой, как я это сделаю вообще, я это не умею, я даже не знаю, куда вообще идти. И вот так вот, понимаешь, я создала этот проект фактически с нуля и получила этот опыт с нуля. То есть сейчас, когда я уже, знаешь, там читаю где-то лекции или рассказываю, у меня там есть какие-то стажёры, то есть я действительно понимаю, как делать вот эти опен-эйры вплоть до вообще мелочи, да, вплоть до какого-нибудь указателя на дороге или там количество туалетов или, ну, ещё каких деталей. Тогда я ничего не знала, поэтому, ну, вот эти 10 лет, это действительно такой путь очень сложный. И самое главное здесь в этом было, отвечая на этот вопрос, это вот заставить поверить людей в это, понимаешь, не знаю, как это объяснить, то есть просто какой-то силой, может, обаяния, не знаю. Ну, мне тогда было 25 лет, я приходила с такими глазами, говорю, вы знаете, у меня есть такая идея. Я все-таки, ну... А кому ты пришла? Ну, вот Архангельска, окей. Ну, я пришла к директору, я пришла к директору музея-усадьбы Владимира Владимировича Длогуча. С Советского Союза там сидит и, в общем, по этой системе продолжает действовать, да? С какими-то достаточно джаз, это вообще что-то такое, это крамола какая-то. Но ты знаешь, это при этом люди очень высокого культурного уровня, поэтому они-то как раз и поняли, что такой джаз, потому что всё-таки директор музея, человек, который всё-таки имеет отношение к культуре, ещё куда-то ездит за границу, как-то вообще существует в культурном пространстве, хотя он уже там очень приличном, скажем так, пожилом возрасте, но вот мне повезло, что он сказал, знаешь, я тоже люблю джаз. И давай попробуем. Да, но понимаешь, как это впустить в этот санаторий, где там ступала нога какого-нибудь только, не знаю, там высшего чина или олигарха, кучу народу, поставить сцены, да? То есть все мы видели, что остаётся после музыкальных фестивалей, да? Например, там, ну, я не знаю, может быть, наши слушатели когда-нибудь бывали, там, на нашествии или на каком-нибудь ещё рок-фестивале. Это просто, как говорит мой муж, ад и Израиль, понимаешь? То есть это просто выжженная пустыня, куча мусора, вытоптанная трава. Наверное, директор Архангельского не мог не представлять себе, что, ну, по идее, это может плохо кончиться для Архангельского. Ну, ты знаешь, мы, тем не менее... А вот что ты сделала, чтобы он в тебя поверил после новостей? Да, расскажу. Оставайтесь вдоль и на Финаме. В студии я тут, ты Ларсин, и у нас в гостях гендиректор агентства Артмания, президент ежегодного джазового фестиваля «Усадьба джаз» Мария Сёмушкина, 65 10 99 6, московский телефон, наш сайт финам.фм, заходите на страничку программы вдоль, если у вас есть вопросы или комментарии. Так вот, как всё-таки ты поборолась со всеми страхами и предрассудками и застолбила такую прекрасную площадку, как Архангельская? Ты знаешь, когда первый раз этот фестиваль случился, я вообще не понимала, что произошло. То есть, ну, подготовка шла так, что, конечно, я искала людей. И судьба мне, скажем так, давала очень интересные сюрпризы и подарки. Были как люди безумные, потрясающие, которые, скажем так, дали мне очень много и поддержки, и понимание, и опыт. И так люди, которые передавали, и которые как бы хотели украсть этот проект. То есть я с плагиатом тоже отчасти столкнулась определённым. И, ну, это такая была настоящая школа жизни, скажем так. И самое главное, что я, конечно, была потрясена тем, как музыка зазвучала, скажем так, когда я увидела... В этих декорациях, да. И как люди там себя чувствовали. То есть это не просто концерт, это не просто какой-то вот где-то в клубе ты послушал, а что вообще они там ощущают. И я стала понимать, что таких людей может быть реально всё больше и больше. Это могут быть необязательные люди, которые действительно любят джаз. То есть этим людям не хватает у нас в Москве этого воздуха. Поэтому то, что на два дня мы создаём вот этот вот праздник, вот эту какую-то невероятную атмосферу свободы. Ну, какой-то там, знаешь, поток просто, на самом деле, он там существует. И, видимо, поэтому столько лет это держится. То есть потом я поняла для себя, что это надо просто дальше держать, развивать, углублять. И очень был интересный, конечно, этот период 10 лет и рождение ещё двоих детей, и при этом кризис, и при этом неоднократная смена людей, команды. Знаешь, это я как это вот Урсула в этом «Сто лет одиночества», которое всё время мимо мне вот это всё проходит. Да, да, она как дерево вцепилась корнями, да, и все бури мимо-мимо. Ну, а какие вот уже сейчас, оглядываясь назад, ты понимаешь, какие ошибки ты совершила на первом фестивале? Что не надо было делать? Ой, да мы много тогда косячили. Ну, на самом деле, во-первых, вообще совершенно не понимали, как вот даже охрана, контроль билетов. Сколько людей там лезло через заборы, как это всё было, то есть вот сейчас это уже настолько всё жёстко работает, что уже там просто муха не плетит. А тогда мы не понимали, то есть как, ну, мы просто теряли деньги, на самом деле, элементарно, да, то есть не знали, где какие дырки закрыть, не знали, как людей накормить в таком количестве, потому что они все пришли, а их надо накормить. А у нас там, не знаю, четыре палатки с худогами из этой серии. А потом они поели, им надо куда-то это, в кустик пьять, донести тоже. А нет, туалеты, это всегда, ты знаешь, это никогда не хватает, на любом фестивале это всегда, мне кажется, проблема. Вот, как накормить, как привести, как запарковать, то есть вот даже уже не вопрос программы как таковой, хотя вопрос программы тоже всегда, это огромная, главная боль вот с нашей, с моей коллегой, с Леной Моисеенко, ты прекрасно знаешь, с которой мы каждый год, вот уже восемь лет мы вместе, и каждый год мы, вот что называется, сидим, чешем. Чем удивить народ, да? Что же, как же, да, мы ездим по фестивалям, мы ездим по каким-то шоу-кейсам, мастер-классам по многим странам, и очень хорошо себе представляем те тенденции, которые есть там, но их настолько сложно на нашего слушателя, то есть это всегда какая-то очень узкая аудитория, чтобы сделать так, чтобы пришли простые люди, условно простые, ну, как бы такой средний класс. Все равно приходится группу «Браво» в портер выставлять. Да, группу «Браво» и повеселить как-то народ, да, потому что ты поставишь им какие-то тромбоны, там, я не знаю, что-то еще, то есть, ну, как бы у нас есть с этим проблемы, то есть у нас народ, во-первых, вообще не ориентируется в том, в тех названиях и в тех именах, которые есть на современном джазовом, скажем так, и около джазовом, скажем так, мире. То есть это в основном такая вот прослойка 25-35 лет, люди, которые так или иначе, ну, вот как вот, не знаю, там, мы с тобой в каком-то сообществе жили, они как-то друг другу могут, да, вот это модно, это здорово, а вот туда мы не пойдем, это уже отстой. То есть и таких людей тоже еще надо, понимаешь, чем-то зацепить. То есть вам приходится на самом деле пиарить и, ну, как бы вот развивать и рекламировать даже не только и не столько свой фестиваль, сколько имена, которые вы на него везете, да, то есть вам еще приходится заниматься внутри страны промоушеном, особенно западных артистов. А, мы сталкиваемся с тем, что, он говорит, назовите нам известные имена, которые у вас есть, ну, мы называем там 3-4 имени. Алла Пугачева. И вот так, и начинается, вот мы хорошо, мы хотим, я говорю, ну, подождите, но есть другие артисты, мы их не знаем, понимаешь, и то, что они их не знают, это не значит, что они, например, некачественные или неизвестные. И не будут круто работать. Да, и вот эта проблема, даже какие-то группы молодые, классные, которые уже, в принципе, в каком-то даже сообществе пропиарены, поставить их куда-то, прийти с ними на эфир или что-то про них написали, мы сталкиваемся с какой-то вот просто, знаешь, дикостью иногда, то есть, ну, вот, не хотят и все. Я так понимаю, что вы же иностранных артистов не с первого фестиваля стали возить. Ты знаешь, это было с третьего или четвертого фестиваля. Как вы решились вообще? Это же отдельная история, вот, привести, забукировать, вступить в контакт с западным шоу-бизнесом, который совсем по другим принципам работает, уже другие деньги, другой райдер. Да, безусловно. Знаешь, на тот момент мы вот, когда провели первый фестиваль «Усадьба джаз», через полгода я познакомилась с Таше по культуре французским, который был диким фанатом джаза и сказал, что я хочу делать французский фестиваль. И буквально сразу же, то есть он нашел деньги, он нашел бюджет, и мы делали этот фестиваль на протяжении шести лет, причем в Москве, в Питере. И вывезли кучу вообще. Помимо «Усадьбы», да? Да, помимо «Усадьбы» у меня было еще порядка трех-четырех фестивалей в году, которые происходили в клубах, в концертных залах, где-то еще. Обязательно в Питер мы вывозили. И получилось так, что вот фактически сразу после «Усадьбы» вот у нас пошла вот эта французская тема. А надо сказать, что очень много агентов базируется вообще во Франции, потому что Франция — это очень классная страна в плане музыки. То есть там, ну, такая как будто есть штаты, условно говоря, там, да, Нью-Йорк, есть Париж. То есть, мне кажется, два таких реально мощных центра, то есть у них и фестивалей огромное количество, и агентств, и вообще артистов. То есть это такая вторая родина джаза фактически. Поэтому и фестиваль у нас каждый год был, мы его так вот раскручивали. Но, к сожалению, потом Таше уехал в Грузию, поэтому я думаю, что сейчас в Грузии все хорошо с французским джазом. Ну, да. Но так или иначе… Там и с грузинским джазом все не плохо. Ну, я делал сначала выход туда, потом это сразу как бы пошли какие-то выходы, и с Америкой начали работать, и сейчас мы уже работаем с огромным количеством агентов со всего мира, и мы абсолютно интегрированы в мировое пространство. То есть нас знают, знают, что «Усадьба джаз» — это крутой фестиваль, нас как бы везде зовут, и где-то в жюри. И вот у меня вот такой прошлый год был очень активный именно в плане поездок по таким событиям. Поэтому в этом году тоже на фестивале у нас куча стран. У нас, во-первых, голландская программа очень серьезная, потому что сейчас год России и Голландии, и голландское правительство нас как бы финансирует, и мы привозим очень хорошие три команды. И почему-то такой, можно сказать, совсем не джаз, то есть одним вот выступает на портере группа Мдунгу — это такой афро-бит и такой какой-то фанк, что-то такое. Потом Jungle By Night, который будет выступать на Капризе — это молодые ребята в количестве, по-моему, 15 человек, которые играют на духовых, на разных инструментах, и такой хип-хоп отчасти даже. Очень весело. Я вот у нас таких ребят не видела, что такие вот бодрые, такие энергичные, при этом очень качественная музыка. И группа Parna Gadge — это такое, знаешь, кабаре, балканское кабаре. Ух ты, как мы любим. Тоже очень прикольно, очень весело. Я вот сама под них в Амстердаме отплясывала. Ну, как бы вот мы сами выбирали. Потом есть очень классные швейцарцы, Hilti Garden, Learth Fliegen. Это группа, которая... Это и битбокс, и поэзия, и джаз, и какой-то перформанс. Сейчас они будут на джаз-клабе. И два норвежских коллектива, один из которых, я думаю, может быть, ты слышала, Джага Джазист. Это такой прям... Это лейбл Ninja Tune, собственно, на котором выпускается и Cinematic Orchestra, и Coldplay. И все мои любимые IDM-щики. Да, вот это как раз такая тоже электроника. Они будут на берегу, поэтому... Я не знаю, насколько ты сможешь. Да, я никогда не успеваю добежать и послушать своих любимых электрончиков, потому что на портере всегда происходят такие интересные большие события. Ну, на портере у нас будет еще Caravan Palace. Это модный электросвинг. Вот кто смотрел фильм «Великий Гэтсби», как раз последний, может быть, обратил внимание на вот эту музыку, которую... Это они? Нет, там просто... Вот электросвинг — это вообще сейчас очень модная тема. То есть это старая музыка, положенная уже на современные какие-то биты. Современные звуки. Паров Стеллар вот мы привозили. Вот Caravan Palace, они очень модные. Ты знаешь, у них там какое-то миллионное количество просмотров в YouTube. Обратите внимание, девочка-солистка в таком платье себе бедольном. Ну, они при этом прокачают портер, я уверена, потому что они собирают стадионы. А кто из наших артистов будет глистать в этом году на портере? Ну, ты знаешь, мы наконец, я уговорил Борису Борисовичу выступить у нас расширенным составом и в портере. В субботу нас закрывают аквариум, причем специально они готовят программу. Да ты что? Так они же вроде это... Попрощались и ушли со судьбой. Ну вот, можно сказать, да, что это... Реанимировались ради усадьбы? Одно из прощальных выступлений, да, поэтому я прям очень всем рекомендую. Это бомба. БГ в полном составе будет играть. Да, там и Духовы, и Брайан Финниган на флейте, и барабанщик у них. Тоже какой-то иностранец. То есть там прям очень мощный состав. Они, конечно, так, я надеюсь, всех просто порвут в клочья. Ну, Ниночка, конечно, Нино Катамадзе, которую мы в свое время открыли широкой публике у нас на фестивале. И уже сколько лет мы вместе. И без ее выступления, действительно, ты знаешь, очень все ее любят. Все звонят, говорят, а Нино будет, Нино. В общем, все, конечно, ее любят. И, конечно, она на нашем фестивале, не знаю, это мое субъективное мнение, но мне кажется, она именно так концентрируется. И вот тот заряд энергии, который она, конечно, несет, это, конечно, гораздо круче, мне кажется, ее сольных концертов. Ну, мне кажется, да, она такая уже, знаешь, я не знаю, как сказать, ну, фея фестиваля, что ли, душа его. Потому что каждый раз, казалось бы, да, там, ну, я ее только раза три, наверное, видела на фестивале. И согласись, каждый раз это было что-то невероятно. Каждый раз это такой концерт, да, и каждый раз ты думаешь, ну, я об этом все, я уже это все видела, я уже это все знаю. Нет, все равно, это восторг полный. А еще? Ну, еще у нас будет Александр Эскляр, который готовит прям специальный проект «Страмбон-шоу». То есть он делает программу именно, скажем так, в стиле джаз для фестиваля. Также у нас будет «Серебряная свадьба», «Кабара-бэн». Ну, это сейчас рассказываю, собственно, про твою площадку, про портер. Будет очень хороший проект «Джаз-паркинг» с финалистами проекта «Голос». Вот эти замечательные совершенно девушки и молодые люди, которые на всю страну поразили всех своими голосами. И вообще это действительно, ну, можно сказать, уже такие вполне себе звезды в нашем ключе. Это и Маргарита Пазаяна, и Анастасия Чеважевская. Там, на самом деле, такой большой список. И Терри Бериашвили. Это очень мощный вокалистский и очень классный бэнд. Они будут играть на портере тоже, да? Да, но это будет такая программа классных хитов, отчасти и джазовых, и блюзовых, и каких-то таких эстрадных. Также у нас, как я сказала, будут голландцы, будет караван-палас. Обязательно на аристократии я всем рекомендую послушать Эвиша и Коэна, контрабасиста, композитора, у которого невероятно красивая тонкая музыка. Мы, собственно, тоже в свое время его привезли в первый раз на усадьбу, открыли широкой публике. И сейчас он уже за эти годы стал такой абсолютно безусловной звездой, уже последние пять лет. Он американец? Нет, он израильтянин. И на самом деле эта музыка как раз элементами израильской музыки, русской музыки, фолка. И он и поет, и играет на контрабасе, он такое шоу устраивает. Ну, это такой формат второпианного трио. Мы расскажем вам о фестивале «Усадьба джаз» с его президентом Марией Семушкиной. Вернемся после новостей. Оставайтесь в долю столько лет. С вами я, Тутта Ларсен, и, как всегда, по пятницам у нас в гостях прекрасная, удивительная женщина, у которой свой бизнес. Сегодня это человек, который не просто делает дело, но и занимается такой... Ну, у него есть миссия, просветительская, культурная, красивая, благородная идея привить нам всем немножко джаза. Мария Семушкина, гендиректор агентства «Артмания», президент ежегодного джазового фестиваля «Усадьба джаз». 65 10 99 6 московский телефон, сайт finam.fm, страничка программы в доле. Заходите, задавайте вопросы, делитесь комментариями. Ну, когда я говорила о миссии, я имела в виду, что ты действительно не только популяризируешь джаз и околоджазовую музыку в нашей стране, и знакомишь вообще нас с новыми именами, прекрасными, открываешь дорогу разным артистам. Вы же еще придумали конкурс для молодых исполнителей, то есть вы реально протягиваете руку тем... Потому что вот финалисты голос, да, все говорят, какой крутой проект, как вам, как вот вы относитесь к этому проекту, да, меня спрашивают в интервью. А у меня вот полное ощущение, знаешь, что во всех этих конкурсах есть некая доля трагизма, потому что люди действительно потрясающие, талантливые, с фантастическими голосами. Просто бери и ставь на сцену. Их нет в шоу-бизнесе, они не попадают в эту струю, в эстеблишмент, потому что... Я не знаю, почему. Мне кажется, наверное, потому что как раз продюсеру проще взять ничто и вылепить из него что-то, чем взять человека уже такого талантливого и куда-то его вырулить. Поэтому круто, что у этих людей есть возможность хотя бы выступать на таком фестивале, как у Сайби Джаз. Ты знаешь, в этом году более того, ну как бы я сейчас не хотела бы долго говорить про вот эту тему нашей вообще попсы, действительно чудовищного, на самом деле, подхода к музыкантам. Потому что я видела, как людей действительно ломало очень часто, то есть я видела, что человек может, и у нас вот он может раскрыться, а его как бы он пописывает контракт, идет куда-то, потом ты включаешь телевизор и видишь, что он делает. И это позор. И становится просто отвратительно, да. Но я хотела просто, наверное, действительно проще сказать о том, что я делаю, что я могу сделать. Конкурс молодых исполнителей, во-первых, он шел по всей России, во-вторых, он идет каждые два года, то есть, соответственно, мы проводим вот такую чистку рядов. И самое важное, что в этом году мы пригласили директоров западных фестивалей в жюри этого конкурса. Ух ты! То есть это не просто будут уже там наши журналисты, критики, да, вот что-то такое. Это работодатели потенциальные. Да, это реально возможность показать нашу музыку и показать, что она тоже чего-то стоит, потому что сколько я езжу, у нас ни разу никто из России не выступал. То есть наше министерство культуры этим не занимается, мы сейчас пытаемся как-то вот с министерством культуры предложить им сказать, ну давайте, ну хоть кого-то будем вывозить. У нас будет не только Большой театр и, соответственно, есть у меня очень большое количество таких фестивалей, которые готовы. Ну, то есть, условно говоря, оплатите дорогу, мы поставим в программу, то есть хотя бы так. И вот у нас в жюри будут присутствовать директор Барселонского джазового фестиваля, директор огромного фестиваля в Норвегии, Страсбург, Джаздор, это очень авторитетный джазовый фестиваль. Это все фестивали уже с 20-30-летней историей, плюс там коллеги из Голландии, Эстонии, то есть очень много, то есть мы взяли прям вот, а, и Лондон джаз фестиваль, Джон Каминг, это вообще очень авторитетная фигура, и лондонские фестивали, это, мне кажется, это всегда самые лучшие тренды, на которые мы вообще ориентируемся. И, заметьте, это тоже не всегда чисто джаз, это тоже какие-то вот эксперименты, там и симфонический оркестр с диджеем, и тоже какие-то там этнические, да, обязательно, вкрапления. Поэтому вот я очень надеюсь на то, что мы своим вот этим конкурсом, во-первых, откроем несколько новых именов, мы сможем этих ребят вывести за границу, чтобы они... То есть мы пытаемся выстроить эту систему. А как проходит конкурс? Ну, он шел в интернете, было порядка 200 коллективов, которые подали заявки, потом команда из модераторов, в которые входили журналисты, критики, там, промоутеры, отбирали, отсеивали то, что... Ну, то есть выбирали свою там двадцатку, я выбирала свою двадцатку, там, все выбирали, да, и потом мы сводили, где вот мы, как бы, условно говоря, сходились на каких-то именах, потому что на самом деле сложно выбрать, знаешь, их там так много, там так много прекрасных коллективов, что иногда прям вот разрываешься, да, что вот и этот хочется, и этот. Но важно, что это должно быть все-таки до 35 лет возраст. То есть если ребята там в команде, им там больше лет, мы, к сожалению, не можем взять, хотя иногда бывают очень интересные коллективы, но там музыканты старше. То есть все равно приходится какие-то рамки строить, да. То есть мы даем возможность выступить, во-первых, на фестивале, показаться перед широкой аудиторией. Мы даем денежную премию просто из своего кармана, да, то есть мы даем возможность записаться на студии, мы даем возможность опубликоваться в профессиональном издании, чтобы про них написали, чтобы, ну, был какой-то пиар. То есть мы какую-то свою систему, скажем так, строим, чтобы вот они не где-то там болтались, вообще никому неизвестные, потому что иногда проблема в чем, что музыканты не могут найти директора, они не могут найти адекватного пиарщика. У них нет своего сайта, у них нет нормальных демо-материалов, а при этом они могут быть гении, понимаешь? Но, как правило, так и бывает, потому что гений он, кроме того, в чем он гениален, все остальное для него уже неважно и неинтересно. То есть я хочу подтвердить, что на самом деле этот рынок существует в России, несмотря ни на что. И то, что этим музыкантам сложно, то, что они не могут зарабатывать, то, что есть талантливые люди. И мы, собственно, в этом направлении работаем, чтобы их как-то вообще поддерживать. То есть это не коммерческое для нас деятельство, я не зарабатываю на этом деньги, да, условно говоря. То есть я просто им помогаю. Ну, хотя бы так. Раз уж мы заговорили о коммерческой составляющей, в общем-то мы в этой программе, ну, как-то задаем такие неудобные вопросы. Ну, я не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь на фестивале, но мне, в принципе, интересно, подобный фестиваль – это вообще неплохой бизнес? Это приличный способ, ну, как-то поддерживать достойный уровень жизни? Или больше геморроя? Ты знаешь, у нас очень все зависит от погодного фактора. Я думаю, что ты прекрасно помнишь прошлый год. Когда все время шел дождь. Ну, он шел в первый день, в любом случае второй день он шел, было холодно, но мы потеряли порядка 10 тысяч человек. И оказались просто в колоссальном минусе. И я не вылезла из этого минуса до сих пор. То есть я все равно делаю 10-й фестиваль. И делаю, несмотря на то, что у меня куча долгов. Это действительно вот так вот. Это может быть когда-то зарык, а потом ты можешь все это потерять. То есть для меня это не превратилось в какой-то большой бизнес. Я представляю, насколько это вообще драматично. Ведь ты год живешь этим, этими двумя днями, да. Ты весь год, это как в мультике «Кошмар перед Рождеством», да. До следующего рождества, до следующего халавина осталось 364 дня. Так и ты. То есть ради одного дня ты весь год трудишься и пашешь, а потом оказывается, что, в общем, как-то это все было не совсем выгодно, как минимум. Ну и выгодные состояния, да, когда ты понимаешь, что тебе звонит там пол Москвы, и тебе надо как-то перед людьми держать лицо. А для меня это очень важный момент, что я никогда в жизни не задерживала никаких зарплат, никогда в жизни не оставалась должна в течение, в принципе, всего этого периода своего бизнеса. И то, что я не могла, ну, слава богу, хорошее отношение, доверие, все-таки репутация, я смогла сделать так, что люди смогли ждать. Это тоже важно иметь таких партнеров и такие отношения, когда люди могут подождать год. Я говорю, что вот я в следующем году сделаю фестиваль, я вам отдам денег. То есть у нас это происходит вот так, вот это абсолютно честно. Я понимаю, наверное, если я была бы мужиком, то, наверное, я делала вот фестиваль иначе, он стал бы более там каким-то рентабельным, прибыльным и так далее. Ты думаешь? Ты думаешь, в этом дело? А что, подожди, чего тебе не хватает? Ты слишком эмоциональна или ты слишком мягкая? Да, и надо больше за эстетику, понимаешь? Я иногда вот просто скажу, что я отдам за это денег, потому что это красиво, важно. И в этом есть, не знаю, душа. И я готова на это потратить. Хоть это и нерентабельно. Да, безусловно, я все равно научилась за эти годы все равно резать там какие-то моменты. Но то, что «Усадьба Джаз» такое, в том числе, красивое мероприятие, то, что там именно такая музыка, что там не просто стоят пивные палатки и играют там дешевые ковербенды, да? То, что можно было делать фестиваль с дешевыми ковербендами и с палатками пивными. И, наверное, может быть, это было бы с точки зрения публики прибыльно. Народу тоже было бы много, но народ, во-первых, был бы другой, однозначно. Ощущения людей тоже были бы другие. То есть я вот за вот эту эстетику, я за ощущения, я за… За устриц и белое вино. Да, именно так. Потому что на самом деле это очень важно у нас это делать. И делать это для обычных людей. То есть не для гламура, там, рублевки и узкого круга, а для обычных людей, которые хотят в нашей стране тоже себя чувствовать как бы людьми. Ну, а ты никогда не хотелось… Вот вы, девочки, ты и Елена Моисеенко, у вас… Никогда не хотелось взять какого-нибудь управляющего партнёра, какого-нибудь действительно матёрого дядьку, который бы вот все эти ваши кружева… Ну, может быть, чуть-чуть по-другому переплёл или там как-то вас подсобрал. Ты знаешь, очень хотелось бы, потому что очень хочется на самом деле просто вот так вот как бы раздавать какие-то идеи, быть таким, знаешь, почётным там президентом, при этом всё рассказать, а чтобы кто-то другой вместо меня занимался там всякими баннерами, списками и прочей ерундой. Ну, ты знаешь, не знаю, вот как-то вот не получается, не приходит такой человек. Может быть, он придёт рано или поздно. Очень бы хотелось, потому что, конечно, хочется больше уделять внимание детям и немножко уже так поспокойнее это всё делать. Ты ухитрилась за эти 10 фестивальных лет всё-таки родить троих детей. И я помню, как ты кормила ребёнка на площадке за сценой и так далее. Как ты ухитряешься, как ты успеваешь вообще совмещать свой бизнес и роль многодетной мамы? Ну, ты знаешь, в бизнесе тоже есть очень большой плюс в своём, когда тебе не надо идти на работу к 9 утра, когда ты можешь, в принципе, все вопросы решить. Ты как бы ни перед кем не отчитываешься. Это, на самом деле, огромная свобода и очень большой дар, потому что это, наверное, мне и помогло, собственно, в какие-то моменты чуть-чуть отходить в сторону, при этом контролировать всё через мейл, скайп, телефон, но при этом всё-таки находиться своими детьми. Я с ними так или иначе провожу много времени. И сейчас я, правда, отправила их как раз на вот этот период в Черногорию, там уже всё-таки тепло. И они сейчас там, а я спокойно здесь как бы вот с утра до ночи. Но так или иначе, в тени года у нас и школы, и занятия. И каждый вечер няня уходит, я остаюсь с тремя детьми одна. И для меня это тоже очень важно. То есть я вот не представляю, как можно там, например, как-то не видеть. И потом, ну, конечно, хорошая няня, мы с тобой тоже обсуждали, тоже важный момент. То есть няня вот у меня уже там несколько лет, поэтому мама очень помогает. И, слава Богу, все помогают. И как раз, ну, не знаю, ты знаешь, ещё такое всё время состояние. Я такой человек, я всё время пытаюсь делать несколько дел одновременно. Пытаюсь всё успевать, поэтому всё время на каком-то таком... В тонусе. В тонусе, да. То есть не бывает такого, чтобы так проснулась, не знала, чем заняться вообще. То есть никогда такого не было в жизни. Или там, ой, скучно сегодня, что-то, да. Да, вот этого не бывает. Вот никогда не было в жизни. Даже сейчас всё время думаешь, и туда хочется, и сюда хочется, и тут это, и ещё какие-то мероприятия. И хочется ходить на концерты, хочется общаться с людьми, ездить, путешествовать. То есть у меня очень активная жизненная позиция, конечно, в том смысле. Ну, вот так вот получилось, но было нелегко. Было нелегко, потому что был недосып. Были, когда двое маленьких детей подряд, ты один проснулся, другой проснулся. При этом утром ты встаёшь в 7 утра, провожаешь старшую школу. При этом надо ещё как-то собраться, накраситься и вообще прийти и держать как-то весь коллектив. Ездить на встречи, убеждать партнёров, убеждать спонсоров, тех же директоров всяких наших площадок и вообще там милиционеров каких-нибудь, понимаешь? Обаивать. Обаивать, да. И, конечно, к вечеру приходишь уже в состоянии неадеквата. Ну, не знаю, может быть, у меня там какая-то подпитка идёт специальная, дополнительная такая, нестандартная. Я думаю, что подпитка, наверное, как раз в сознании миссии, в том, что ты не просто делаешь деньги. Да, даётся свыше что-то. Ну, понятно, сначала это была просто клёвая идея, да, вот я делаю джаз-фестиваль. В какой момент ты поняла, что в этом есть ещё и некая, действительно, вот такая ответственность за миссионерское, что ты несёшь культуру в массы, грубо говоря? Ты знаешь, во-первых, был самый важный момент, когда вот у нас два года был основной партнёр, и я понимала, что я делаю фестиваль, условно говоря, на чьи-то деньги. А когда на третий год они откололись за четыре месяца до фестиваля, и тут стал выбор, либо я сейчас иду на огромный риск, я беру огромные деньги под своё собственное имя, и это уже всё моё до конца, и я это несу, понимаешь? И я так и сделала, я взяла эти деньги в долг, я страшно рисковала, и всё получилось, понимаешь? Потом каждый год эта история, конечно, повторялась, но я уже более спокойно к этому отношусь, то есть то, что нужно брать и кредиты, нужно идти на риск, но где-то на третий-четвёртый год это стало моей миссией, и я уже просто несу это. Мария Сёмушкина, президент фестиваля «Усадьба джаз», собственно, человек, который этот фестиваль придумал, и гендиректор агентства «Артмания» сегодня у нас в гостях. 65 10 99 6 наш московский телефон, сайт finam.fm, заходите на страничку программы в доле. Ну, ты вот говоришь, что да, что, ну, усадьба, скорее всё-таки, как бывает, что только для души, а не для кармана, а есть какие-то другие всё-таки способы держаться на плаву материально? Ну, ты знаешь, определённое время моя компания занималась, и сейчас тоже продолжает заниматься, раньше это было чуть более активно разными там корпоративными частными мероприятиями, то есть мы, по-большому, весь этот опыт, он также абсолютно действительно подходит для того, чтобы делать любое событие там частного характера. Но, понимаешь, это не так интересно лично мне, поэтому я это, конечно, делаю, мне это делают мои сотрудники, но я в большей степени сконцентрирована на том, чтобы развивать усадьбу. То есть, во-первых, мы расширили свою географию, у нас появился Санкт-Петербург, в этом году у нас будет Екатеринбург, плюс к этому мы уже, начиная с сентября месяца, мы уже начинаем общаться с артистами, со спонсорами. То есть, понимаешь, на самом деле хватает работы, хватает чем заниматься, и хотелось бы просто скорее делать вот это, чем разменивать себя и свою энергию на, ну, сама прекрасно понимаешь, как работать. Не, ну, кушать-то всё равно хочется. На мероприятие, ну, вот пытаемся как-то, да, крутиться-вертеться, что-то такое иногда выпадает, и бывают проекты с Министерством культуры мы какие-то делаем, интересные проекты. Сейчас вот с Комитетом по культуре мы будем делать в Сокольниках фестиваль, то есть, так или иначе, ну, мы профессионалы уже своего дела, поэтому... В основном, конечно, летний сезон у нас такой наиболее активный, вот, осенью-зимой по-разному бывает, то есть, ты знаешь, год от года зависит, и вот прошлый год мы практически весь год работали только на фестиваль. До этого были действительно разные проекты, большие какие-то корпоративные мероприятия, то есть, мы не отказываемся от работы, но я не могу сказать, что это, знаешь, прям поставлено так вот на поток, что я спокойно вообще ни о чём не думаю. Нет, конечно, бывает по-разному. Бывает, что приходится даже там где-то брать кредит, чтобы заплатить зарплату сотрудникам, такое тоже случается. Но, ты знаешь, уже есть просто понимание себя, понимание себя в этом процессе, действительно, на что я готова идти, на что нет. То есть, здесь важнее, что ты делаешь дело, которое тебе нравится, чем даже тот доход, который он тебе приносит. Но это не бизнес-позиция, Маша, тебе скажет любой бизнесмен. Не бизнес, да. Ну, потому что, на самом деле, сил на всё найти очень сложно, то есть, когда ты должен ещё и как-то убеждать и как-то вот держать вот эту, скажем так, держать этот имидж, вообще как-то постоянно фестиваль поднимать, потому что, вот, я не знаю, заметил ли ты за эти годы, да, ну, когда вот мы начинали с того, что у нас, какие у нас даже просто были имиджи, презентации, как мы это всё, какие были партнёры. Сейчас уже уровень настолько высокий, и уровень спонсоров тех же, с которыми мы работаем, это уже настолько серьёзные компании, это настолько, там, как бы бренды такие. Большие, с которыми ты не поверишь, сколько нужно возиться, сколько нужно делать сначала, чтобы им продать это мероприятие, сколько нужно потом, чтобы его везти, и потом ещё и отчитаться. То есть, это вот реально работает целая команда, чтобы это всё, как бы, обслужить, скажем так. Скажи, твои детки занимаются музыкой? Ты знаешь, была попытка со старшей дочерью, но почему-то как-то вот оно не пошло, с альфеджио вообще ни в какую. Она сама учится играть на флейте с учителем, и она в большей степени не очень хорошо рисует, то есть у неё какой-то другой удар. Но она потрясающий меломан, то есть она уже в 10 лет может слушать там Эдуарда Артемьева, Виша и Коэна того же, то есть там какие-то вот такие, она любит сложную музыку. Я очень рада этому, потому что музыка дома всё время, собственно говоря. А маленьких я планирую, конечно, в этом направлении развивать, но ты знаешь, как они выберут, насколько им это будет. Ну мне кажется, что это такой большой плюс, что дети всё время варятся в этой творческой среде, слышат хорошую музыку. Я потому что вот своего сына тоже потащу обязательно в этот раз на фестиваль. Мне прям вот хочется, чтобы он как-то посмотрел. Он поступил в музыкальную школу, его приняли на фортепиано, и для меня это тоже был такой вообще восторг, неожиданность такая приятная. Но тут же бабушка прекрасная наша ему рассказала про то, как она училась 5 лет в музыкальной школе по классу фортепиано, как это было убийственно, скучно и нудно. Я хочу, чтобы он посмотрел на сцене на мужчину за фортепиано. Да, да, вот это, кстати, очень важно, потому что многие думают, что музыка — это вот эти вот сидения за... Ну, на самом деле, без труда, как говорится, без усердия тоже, наверное. Эти музыканты, они, знаешь, есть такое понятие «жупа часы». Понимаешь, то есть вот я со многими музыкантами говорю, что они это вот, это всё репетиция, это техника, без этого нельзя. Ну, это вопрос уже характера. Кому кто-то может вот этим, кто-то может... А расскажи чуть-чуть поподробнее, потому что действительно ваш фестиваль — один из тех, на который просто не можно, а нужно приходить всей семьёй с маленькими детьми, и есть где и поиграть, и посидеть, и покормить, и спрятаться, покормить грудью. Ну, то есть действительно в этом смысле очень семейное мероприятие. А ты говоришь, у вас прибавились детские активности. Да, ты знаешь, ну, вообще эту семейную тему начала развивать сама, потому что у меня были дети, и я постоянно как-то старалась тоже это пиарить через какие-то сообщества семейные, всякие там «Ислинга мамы», и какие-то такие вот именно форумы, где люди, ну, средоточены вообще на здоровом воспитании своих детей, и какие-то вот эти вальдорфские школы, Монте-Сори, и всё. То есть это как раз та аудитория, которая наша. То есть обычно родители вообще пытаются слить своего ребёнка и пойти куда-то без него. Аниматору отдать его. Да, а я как раз наоборот говорю, нет, ребята, вы со своим ребёнком приходите, вы с ним проведите эти два дня, кайфаните от музыки вместе, да, кайфаните от атмосферы. И действительно мы вот эту зону детскую всё-таки, ну, одни из первых, кто вообще на массовых мероприятиях стали делать такой серьёзный на этом акцент. Вот детская площадка у нас существует уже, наверное, лет шесть или семь. То есть там и мастер-классы, ну, там разные. То есть кто-то будет лепить, вырезать эрегами, кто-то будет на батуте рисовать. То есть много будет и динамических игр, и каких-то таких вот более, знаешь, такие есть мастер-классы. Мелкая моторика. Мелкая моторика они какие-то делают, и специальные кондитерские штучки какие-то, и... Ну, там очень много всего. У нас, конечно, серьёзные партнёры. Это, ну, собственно, Андерсон, который одни из лучших, мне кажется, вот кафе детских. Мне они очень нравятся. И они, конечно, будут и делать детскую еду, потому что все всегда думают, боже, чем покормить ребёнка. Я как сама мать у троих детей понимаю, что там шашлыки. Ты же не будешь кормить шашлыками. Там будет супчик, бульончик, всё как надо, чтобы ребёнка привезти и не думать об этом. Поэтому приходите с детьми. Дети до 10 лет проходят бесплатно, поэтому... Ой, я, кстати, сейчас, знаешь, ещё что поняла? Я ведь в своей жизни не один, и не только усадьбу джаз вела, и большие фестивали, и рок-фестивали. Я вдруг сейчас поняла, что я не помню, когда я со сцены усадьбы говорила объявление о потерявшихся детях. Теряли ключи, паспорта там и прочее. Но детей не теряют как-то. То ли взрослые в адеквате находятся, то ли дети какие-то нормальные, вменяемые, от взрослых не уходят. Хотя столько соблазнов, столько всего. И поиграть, и почитать, и там что-то купить, и на этом рыночке мыльные пузыри повыдувать, и потеряться легко. Да, но, наверное, родители всё-таки, они пребывают в более-менее как-то в адекватном состоянии. Даже несмотря на то, что это, может быть, употребление какого-то лёгкого алкоголя. Но согласись, у нас публика настолько воспитанная. У нас никогда не было никаких криминальных вообще случаев или случаев нарушения общественного порядка. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, ну вот как-то у нас и работают, естественно, и безопасность, всё. Но, мне кажется, это вопрос в людях. Вопрос в том, что и состояние этих людей, в котором они там находятся. Поэтому приятно, приятно вот как-то там. Я всё думаю, вот как бы мне попасть на такое мероприятие, чтобы я там не работала, а просто вот как-то растворилась. Но я могу раствориться обычно только в воскресенье. Ну, за границей, да. Но вот в воскресенье на второй день, когда уже всё более-менее. Я вот хожу по этим аллеям, смотрю на людей, думаю, боже мой, как это вообще всё получилось? Неужели это я всё замутила? Да, да. Ну, смотри, 10 лет – это всё-таки уже такая достаточно переломная точка. Это зрелость для такого большого мероприятия. Что дальше? Время подводить итоги или расширяться и расширять ещё и, опять же, географию, придумывать какие-то новые, может быть, я не знаю, направления именно музыкальные? В конце концов, надо что-то придумать, чтобы вас так сильно не трогал погодный фактор. Ты знаешь, это сложно, потому что всё заставить шатрами мы не можем. Надо внедрять инновации какие-то. Какие-то инновации, да. Какие-то шаманские техники, чтобы как-то это всё, соответственно, тучи разгонять. Но расти куда? На самом деле расти, конечно, в плане хороших артистов, расти в плане поддержки государства, расти в плане поиска серьёзных партнёров коммерческих, не тех, которые вот сегодня, они там, промоакция на следующий год, там, какие-то другие пришли, а в том, чтобы был всё-таки действительно постоянный, серьёзный какой-то спонсор. И мы уже знали, что он у нас есть, и мы уже в сентябре понимали, что мы знаем, кого привезти. И это будет такая звезда, всякая звезда, потому что наш фестиваль — это всё-таки площадка потрясающая для очень-очень многих интересных артистов, которые в Россию вообще никогда не приезжали. Или если приезжали как-то там мало, ну то есть мы можем дальше показывать очень многие интересные имена, а мы, к сожалению, ограничены в средствах и понимаем, что это ещё просто целый бюджет всех артистов вместе взятых для такой-то, такой-то звезды, да? То есть есть такие мечты... Представляешь, Бобби Макферрин на «Усадьбе джаза», вот было бы коротко. Да, и Бобби Макферрин, и Нора Джонс я очень хочу привезти, и Мелоди Гардо, и Джонни Ледженд, и Майкл Баббл, то есть, ну, много таких, на самом деле, имён, и Лурида мечта, и кого я только не мечтаю, у меня куча, на самом деле, всяких разных идей в голове, и джазовых, и не только, но это, к сожалению, деньги, и на самом деле публика тоже должна с пониманием относиться, почему, условно говоря, у нас там билет столько стоит. Билет лайнеров 3-4, но не 10, потому что, на самом деле, да, спонсорская поддержка — это сложно, и мы работаем над этим целый год, но очень часто, ну, тоже, понимаешь, мы приходим, все говорят, ну, джаз, ой, нет, это что-то очень сложное. Люди обычно в этих компаниях знают там одно имя музыканта, понимаешь? Они вообще не понимают, что это за формат. Ну, это очень странно тоже, знаешь, отталкиваться от собственных знаний о музыке. Да, да, в таком деле, можно же просто, ты возьми, там, не знаю, макетинг-кит, посмотри на фотографии, как это выглядит, что это за мероприятие. Ну, это, наверное, бизнес по-русски все-таки, да, как-то, ну, очень, как бы, люди смотрят не на рентабельность мероприятия в целом, да, а на, люблю я этого артиста или не люблю, ну, как-то вот, и спросить еще у своих родственников и соседей, вы знаете, кто такой Бобби Макферин, и бабушке позвонить в Ульяновскую область сказать, бабуль, ты про Бобби Макферина слыхала? Тут говорят, хороший артист. Ну, наверное, эти все особенности бизнеса по-русски ты уже освоила, и с ними... Знаешь, да, на ощущение, что мы как Дон Кихот, вот просто вот с ветряными мельницами, и вообще, что-то все время кому-то чем-то, что-то пытаешься доказать. То есть, когда ты приезжаешь, там, в Европу или куда-то, ты... Все само собой разумеется. Слушай, они как-то, ты с ними общаешься на одной волне, и все понятно, все классно, а кого вывозите, а кого мы, а как чего... А здесь какое-то ощущение, что просто дикость. Вот реально, я сталкиваюсь очень часто с дикостью, просто с жутким... С невежеством. С невежеством, и это невежество еще возводится, ну, а что, я же не знаю, ну, а что там у нас? Ну, если целых 10 лет у тебя получается, значит, твоя миссия все-таки работает, и это все не случайно. Спасибо огромное, добро пожаловать на усадьбу Джаз, следующие выходные.